Ребята, всем большой привет! Меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Ну что, пришло время выяснить одну очень важную вещь. Год назад компания Huawei представила нам Huawei P20 Pro. Вот он, вот этот красавчик, вот этот супер камерафон, который установил на целый год рекорд в DXA Mark. Я знаю, что мы все к DXA Mark относимся, ну, так себе, однако в любом случае мы его принимаем. 109 баллов по фото и видео возможностям. Это был флагман 2018 года, который продержался до 2019 года, потому что только новый P30 Pro смог перебить этот флагман и занять первую строчку. Оказался со счетом 112 баллов. Но 39 тысяч рублей прямо сейчас можно приобрести вот этот Huawei P20 Pro. Официально с гарантией все отлично. 70 тысяч рублей прямо сейчас можно приобрести P30 Pro с гарантией со всеми делами. А стоит ли переплачивать? Вот реально, если вы хотите купить сейчас очень крутой смартфон, который будет очень хорошо фотографировать и хорошо работать, и вы уже решили, окей, это будет Huawei, не Samsung, не iPhone, не Pixel, не Pixel, не что-нибудь другое, Huawei. Стоит ли переплачивать 30 тысяч рублей, чтобы быть в тренде? Ну и, друзья, давайте традиционную штуку запустим. Голосование. Народное голосование честного блога. Ставьте лайк, если вы голосуете за P30 Pro, и ставьте дизлайк, если вы считаете, что не нужно переплачивать 30 тысяч рублей, и P20 Pro самый огонь. Погнали! Ой, чуть не вылетел. Погнали! Итак, давайте разбираться, за 70 тысяч рублей P30 Pro или за 39 тысяч рублей P20 Pro. Кстати, про P20 Pro и про P30 Pro есть специальные большие мои разборы, внизу найдете ссылочки, соответственно, посмотрите, все очень конкретно, четко и разобрано. Эти все-таки смартфоны. Какой из них взять, а точнее так, насколько P30 Pro круче P20, что стоит переплатить 30 тысяч рублей? Первое, это внешний фактор. И внешний фактор говорит о том, что P20 Pro удобнее лежит в руке. Во-первых, потому что у него нету таких скошных граней, которые появились на P30 Pro. Это скошные граны не такие же, как в Samsung и так далее. Точнее, я бы так сказал, Samsung это все дело внедрил, и Huawei пошли вслед за Samsung. Этот телефон меньше, P20 Pro меньше, P20 Pro удобнее. К слову сказать, и толщина этого смартфона тоже меньше. 7,8 миллиметров против 8,4. Но если развернуть этот смартфон, то я бы сказал, что по красоте, да, Huawei P30 Pro выглядит красивее. Выглядит логичнее, выглядит понятнее, выглядит четче. Но самое главное, что вот этот градиент, который был на P20 Pro запущен, он, я бы сказал, проапгрейжен в P30 Pro. Здесь прям внутри есть какая-то сеточка, которая добавляет такой очень красивый эффект. Поэтому, плюс вот этот модуль камеры, он сделан на P30 Pro как-то более логично. В P20 зачем-то отдельно вытаскивали одну из камер, так что, ну, не знаю. Такое интересное было решение, за которым в итоге еще пошли, кстати, несколько компаний. У обоих смартфонов нет 3,5-миллиметрового джека, это реальность. У обоих смартфонов есть инфракрасный порт, это хорошо. Оба смартфона... Нет, не оба. Оба смартфона имеют защиту от влаги и пыли. Только IP67 у P20 Pro и IP68 у P30 Pro. Ну, разница, на самом деле, в использовании под водой очень небольшая. На 1 метр можно опускать P20 Pro и на 2 метра, на 30 минут можно опускать P30 Pro. Вообще, как-то говорить P20 Pro и P30 Pro очень долго, давайте я буду говорить 20 и 30, чтобы было понятно. Безусловно, оба эти смартфона вообще без проблем выдержат любое попадание воды. Главное, не надо их мочить в соленой воде, потому что соленая вода будет разъедать мембраны. А есть ведь что разъедать, потому что у 20-го у него ведь стерео, а у 30-го моно. Да, это было на самом деле очень удивительно, что компания Huawei пошла на такой шаг и организовала нам голосовой динамик здесь на 30-ке наверху через экран. Это такие новые современные технологии, но при этом лишило нас стерео. Для чего это сделано? Ну, во-первых, для того, чтобы убрать сверху динамик, сократить размер монобровья. Она теперь превратилась в капельку. Но я могу сказать, что я уже много раз об этом говорил, что мне капелька не очень нравится. И вот решение, которое есть на P20 Pro, мне оно нравится больше. Я бы даже сказал так, что даже когда эта монобровь сама по себе побольше, мне это тоже больше нравится. Потому что вот этот маленький отросточек, сосочек, как вы хотите так и называть его, мне не нравится. Со мной многие не согласятся, но и пускай. Так что в 20-ку очень элегантно встроен и верхний динамик, и селфи-камер, и все это работает. Главное, работает хорошо, а самое главное, стерео. Стерео, хорошее, красивое стерео на 20-ке. На 30-ке его нет. Причем, знаете, какая интересная штучка? Когда ты вот так держишь телефон вертикально и включаешь музыку, то стерео нет. Как только ты переворачиваешь его, прямо включается второй динамик, и стерео появляется. Это очень прикольно. Если говорить про уровень громкости, то они примерно одинаковые. И одинаково не громкие. То есть Samsung, например, или iPhone, они работают гораздо громче. Изменилось, кстати, общение со смартфонами, потому что здесь по-разному реализована разблокировка. Да, во-первых, в 30-ке разблокировка через сканер под дисплеем, в 20-ке более старая технология, сканер находится снизу под экраном. Я бы даже сказал, наверное, что большинство людей, которые просто пользуются смартфонами, они, наверное, больше испугаются сканера отпечатков в экране, посчитая его немножко ненадежным. Потому что это некая новая технология, а вот сканер внизу, да, под экраном, это как раз достаточно удобно, обычно и уже давным-давно работающий. Плюс сканер, который находится внизу под экраном, вот этот подбородочек на 20-ке, он работает быстрее. На самом деле он работает быстрее, чем сканер, который находится прямо под дисплеем. Да, чуть-чуть выигрывает этот классический сканер, но на самом деле технология-то в 30-ке хорошая. Она работает даже быстрее, чем на Samsung, на Galaxy S10. Я уже об этом рассказывал в сравнительном видео. Кстати, ссылочка тоже на него будет внизу, посмотрите, там очень интересный я вывод сделал. Также на смартфонах реализована разблокировка по лицу, она работает в целом хорошо, немножко побыстрее на P30 Pro, ну это, в общем-то, и логично. А что касается темноты, то здесь вы все видите сами. 30-ка стала больше. Здесь дисплей 6,4 и 6,1 дисплей на 20-ке. Я бы сказал, что из-за этого она как раз-таки выглядит более массивной. Она, конечно, поэлегантнее, потому что вот эти края, да, и все хорошо более зализано, и в принципе рамки менее видны, но и 20-ка тоже очень хорошая. К ней, по большому счету, по дисплею вообще никаких вопросов нет. Если сравнивать эти дисплеи в принципе, то они оба хорошие. Это OLED-дисплей, разрешение Full HD+, Huawei не гонится за каким-то там Quad HD или там 4K или еще что-то. И мне кажется, это правильно, дабы лишний раз не сажать батарейку. Это небольшой камень в сторону Samsung, опять же. Ну, каждый производитель сам выбирает, чем он будет подкупать покупателей. По яркости я бы сказал, что немножко ярче 30-ка, ну и да, почему бы и нет. Это логично, что 30-ка стала чуть-чуть поярче. По цвет передачи, мне кажется, все примерно одинаково. Кстати, что касается скорости, 970 Kirin топовый на 20-ке и 980 топовый на 30-ке. И очевидно, что 30-ка работает немножко быстрее. Знаете, я бы даже что сказал? Когда на 20-ку прилетел новый 9-ый Android, когда на 20-ку прилетел новый EMUI 9, и когда ты включаешь жесты, то 20-ка стала такая немножечко напрягаться. Такая немножечко такая раз, и вот сейчас я уже этого не замечаю, может быть, я просто привык. Но в целом, когда я первый раз запустил новую операционку на 20-ке после обновления, я прям почувствовал, как она начала что-то там перерабатывать. И 30-ка, конечно, больше летает, 30-ка более уверенная, и вопросов производительности в ней вообще, я бы сказал, нет. Что касается игр, вы знаете, современные игры есть такие, на которых, в принципе, лагает все, даже и 30-ка тоже. Единственное, что в 30-ке, собственно, и в 20-ке есть такая штука под названием производительный режим. Если вы зайдете в режим батареи, тут как раз таки можно его и выбрать. То есть производительный режим. И в нем как будто бы решается часть вопросов, но если включить Shadowgun of Legends на той же 30-ке, то и в производительном режиме все равно периодически при глобальной смене сцен, да даже не то, что при глобальной, даже когда выбегает вдруг какой-то там морпеха, начинает стрелять, все равно раз, и какое-то подлагивание, раз, и подлагивание. Так что современные смартфоны можно было раньше сказать, что типа, ну, понятно, вышел смартфон, танки идут без проблем, все там идет без проблем. Нет, сейчас танки-то по-прежнему идут без проблем, потому что танки сделаны так, чтобы они шли без проблем. А другие игры, да, подтормаживают, и это факт. Если говорить про работу самой операционной системы, то, ну, давайте просто сравним. Так что если прям вот рядышком сравнивать эти смартфоны, да, P30 Pro будет выигрывать по быстродействию. Если просто отдельно носить из смартфона и это использовать, я думаю, что просто человек не заметит вообще никакой разницы. Да, приложение запускается побыстрее. Да, в 30-ке 8 гигов оперативной памяти, а в 20-ке есть версия на 6 и на 8, но вот у меня как раз-таки версия на 6 гигов. Кстати, что касается дополнительной памяти, в 30-ку можно засовывать вот эти вот Huawei-вские нано-карточки, которыми никто не пользуется, а вот в 20-ку на самом деле ничего нельзя было за кисон. То есть есть версия на 64, 128 и 256 памяти. Еще момент, касающийся Always-On Display, здесь есть косяк. Косяк заключается в том, что на 20-ке Always-On, и это касается именно 20-ки, потому что на других смартфонах такого косяка нет, на 20-ке Always-On Display работает таким образом, что здесь только 12-часовое измерение суток. Да, ну как это правильнее сказать, не знаю. То есть здесь нет 23-х часов, 17-и, 18-и, здесь все только 12, на 12 все останавливается, потом час дня, два дня, три дня, четыре. Это непривычно, но самое главное, что это странно. С какого это перепуга здесь на Always-On Display теперь так. И самое главное, что это не фиксят, потому что обновление прилетело уже пару месяцев назад, и ничего не изменилось. Причем я сегодня скачал новый патч, апрельский, вроде как все хорошо, но нет, эта ситуация не меняется. Это прям очень странно, Huawei, вы что там сидите, а вообще? Вам за что деньги платят? Девятый Android стоит на обоих смартфонов, причем 9.1 это версия на P30 Pro, и девятый стоит на 20-ке. Они немножко отличаются по иконкам, но немножко как будто бы их переработали. Если раньше у нас были то круглые иконки, то квадратные, то теперь они все примерно одинаковые. Это хорошо, хотя если брать не родные иконки, они в любом случае отличаются. Но система стала смотреться более едино, это самое главное. А вот что касается функционала самой оболочки и возможности самой системы, она везде одинаковая. То есть поправьте меня, если есть какие-то функции, которые может 30-ка и не может 20-ка в плане системы, да, в плане настройки, но мне кажется, что там вообще ничего такого нет. То есть вообще-вообще ничего не такого. И 20-ка все может, и 30-ка все может. Я, кстати, вам рекомендую зайти в настройки. Вот мы заходим в настройки. Здесь есть система о телефоне, номер сборки. Нажимаете 9 раз, и у нас в системе появляется секретное меню для разработчиков. Да, теперь вы настоящие хакеры, вы просто мастера. Да не, на самом деле тут ничего секретного нет, но зато есть полезные вещи. Смотрите, какие полезные вещи. Прямо вот именно полезные. Например, максимальное количество аудиоустройств, которые можно подключить по Bluetooth. Например, например, вы летите с семьей в Турцию на самолете, и у вас три пары Bluetooth наушников, и только один смартфон Huawei, а вы как бы папа, мама и там сын или дочь. Чтобы все смогли подключиться к Huawei, надо зайти сюда в меню разработчиков, и поменять, потому что по стандарту можно подключать два аудиоустройства. Так, можно включить три, и на все три будет идти ваш любимый фильм, например. Или сериальчик. Удобно? Удобно. Также, кстати, анимация окон. Если в 30-ке я поставил анимацию 0.5, чтобы все стало очень-очень быстро, то в 20-ке у меня стоит анимация полтора, потому что, когда стоит анимация 0.5, немножко все комкается. Я бы сказал, такой... Поэтому я поставил полтора, все стало немножко плавнее, такое, знаете, по-айфоновски стало. И мне вот нравится, как это работает. Здесь еще есть другие настройки всякие разные. Я вам рекомендую в них сильно не влезать, потому что они вам не нужны. Но вот, что касается Bluetooth'а или анимации окон, здесь можно поэкспериментировать и выбрать, ну, тот вариант, который вам больше нравится. На обоих смартфонах можно включать темные темы. Причем, на самом деле, ведь не на всех Huawei'ах можно включать темные темы. Тот же самый Mate 20-й, на котором IPS-дисплей, там нельзя включить темную тему. А вот фото-возможности, они разные. И вы знаете, тут какая штука-то интересная. Вот показали нам 30-ку и рассказали о ее фото-возможностях. И все поохали-пахали. И на презентациях, и потом, впоследствии, на следующий день просто весь YouTube был завален видосами про то, какой же крутой Huawei P30 Pro. Какой у него крутой пятикратный зум. Какой у него все крутое. А в реальности-то получается так, друзья, и вы сейчас посмотрите фотографии, что смартфон не ушел. Не ушел вообще никуда от 20-ки. То есть, ну, в реальности, вот, да, пятикратный зум, это, безусловно, круто, но ты им не так часто пользуешься. Я делал сравнение. Камера Galaxy S10 Plus против P30 Pro. Я делал сравнение Galaxy S Plus в ночном режиме против P30 Pro. Galaxy-то часто выигрывает у короля ночной съемки. Реально? Посмотрите, я внизу оставлю ссылочку. Или давайте вот тут. Вот тут есть напоминание. Посмотрите, реально Galaxy рвет Huawei P30 Pro ночью. Не в ночном режиме. Тут вот не путайте. Ночной режим, это история, знаете, когда вы забились в темный угол, сфоткали, и угол виден на 30-ке, и ничего не видно на 20-ке, и ничего не видно на Galaxy. Ну так с какого перепуга? Там никто вообще, в принципе, фоткать-то не будет. Да, это фотовозможности, но, короче, в реальных сценах все получается не так. И здесь тоже не все так очевидно. Ну что, опять мешаю? Ну я понял, хорошо. Супруга позвонила, говорит, громко орешь. Да, эмоционально немножечко. Ладно, давайте потише. Все-таки, знаете, сейчас сколько ночи-то? Час сорок ночи сейчас. Быстренько по камерам пробежимся. Тридцатка, сорок мегапикселей, основная камера, 1,6, апертура, 20 мегапикселей, ультраширокая, апертура 2,2 и перископ на 8 мегапикселей, апертура 3,4, прям очень темноватый такой объективчик, зато пятикратный оптический зум. Это что касается тридцатки. Двадцатка, тоже 40 мегапикселей камера, но только апертура 1,8, плюс 20-мегапиксельная. Здесь не широкоугольный, здесь черно-белый модуль. Я, кстати, рад, что Huawei ушел нафиг от этого черно-белого модуля, потому что он нафиг был не нужен. Я не знаю, то есть это маркетинг, или это лейка их заставляла вклинивать туда черно-белую. Ушли же, отлично все. Значит, черно-белый модуль на апертуру 1,6 и есть еще 8-мегапиксельный. Здесь тройной оптический зум. Короче, можно очень долго разговаривать, но давайте все-таки раз посмотрим сейчас фоточки, посмотрим видео, и вы все увидите сами. Ну что, начнем, друзья. P20 против P30. И мне, честно говоря, вот эта фотография нравится больше на P20, но она какая-то более цветная, что ли, хотя более реальная, конечно же, на 30. Если сделать кроп, то видно, что на самом деле большой-то разницы по детализации вот и нет. Я бы так сказал. Это у нас пятикратный зум, причем здесь пятикратный оптический на 30 и цифровой на 20. Есть очень небольшая разница в детализации, в пользу 30, но в целом я бы сказал, что тоже примерно одно и то же. А это десятикратный зум, и вот здесь все-таки есть уже ощущение, что 30-ка отработала получше, чем 20-ка. Здесь по какой-то причине HDR не включился на 20-м. Я вообще сказал бы, что искусственный интеллект не всегда работает корректно. А вот здесь я уже сам включил HDR, и посмотрите, как отработали. Ну, в целом неплохо, но 30-ка все-таки получше, поконтрастнее получилось. Совершенно реальный сценарий, фотография в помещении. Здесь посмотрите, как 30-ка отработала странно. Искусственный интеллект решил, видимо, включить HDR. Все задрал, и в итоге атмосферы-то и нет. На 20-ке мне фотка, честно говоря, нравится больше. Если кропнуть, то я бы сказал, что на 30-ке чуть-чуть цвета поприятнее. Чуть-чуть. Но вообще по детализации примерно одинаково. Это уже портретный режим. Здесь более холодный на 20-ке, более теплый на 30-ке. Обратите внимание. Это уже портретничек на телевичок. Причем на 20-ке здесь трехкратный оптический зум, а на 30-ке здесь трехкратный гибридный зум. Смотрите, фотография более холодная на 20-ке, на 30-ке более теплая фотография. Мне похолоднее, наверное, больше нравится. А вот смотрите, какая интересная ситуация. Это у нас кроп, и здесь видно, что гибридный тройной зум на 30-ке работает лучше, чем тройной оптический зум на 20-ке. По детализации лучше картинка на 30-ке 100%. Ночной Петербург. И здесь да, примерно одинаково. На самом деле, оба смартфона справились. И если посмотреть кроп, что вообще интересно, 20-ка даже как будто бы и чуть-чуть получше. Да, прикольно. Забавно. Это у нас ночной режим. Здесь по большому счету ситуация не справляется. Плюс как-то засвечивается небо на 30-ке. Еще одна фотография. Здесь 30-ка вообще как-то очень жестко сливает. Посмотрите, как она засветила все здание. Просто я даже не знаю, почему так получилось, но очень и очень слабенькая фотография. 20-ка здесь отработала гораздо лучше. Видать, искусственный интеллект куда-то не туда работает. Это ночной режим. Та же самая фотография. Чуть-чуть все выправлено, особенно на 30-ке. Цвета, наверное, более правильные. Но в любом случае, да, посмотрите. Странно, что искусственный интеллект не может нормально отрабатывать эту фотографию сам. Еще одна фотография. Здесь мне опять же кажется, что 20-ка лучше справилась. Посмотрите на фару. Меньше засветов. И на этой фотографии тоже меньше засветов. Посмотрите, 20-ка вот понимает, что надо делать, а 30-ка вообще не понимает, что надо делать в автоматическом режиме. А это тот самый фантастический ночной режим, который просто невероятным способом работает. По сути-то и на 30-ке, на 20-ке просто на 30-ке он круче работает. Вы вообще должны представлять, что здесь была полная темнота. Просто полная темнота. Это выглядит как невероятно. Селфи. Ну, здесь селфи немножко похолоднее на 30-ку. Она, наверное, чуть-чуть получше. Волосы, вот посмотрите, получше отработаны. И эффект размытия теперь на 30-ке другой. Посмотрите, на 20-ке он более такой художественный. Фронталка на обоих смартфонах, честно говоря, не очень. Посмотрите, очень небольшой перевес в сторону 30-ки. Но вообще, если бы здесь был пиксель, он бы показал, как надо фотографировать на фронтальную камеру, потому что это, ну, честно говоря, так себе, да. Ну, что мы имеем, друзья? Крайне небольшая разница в сторону 30-го, причем в каких-то условиях, причем именно ночью, 30-ка порой справляется в автоматическом режиме даже хуже, чем 20-ка, да. Все эти светлые объекты, она не знает, что с ними делать. Это прямо интересно. Портретный режим получше на 30-ке по детализации, да, пятикратный зум, десятикратный зум, там, луну можно сфотографировать и так далее. Но, как я уже говорил, какой-то, какой-то именно глобального движения от 20-ки в сторону 30-ки нету. По видео, что могу сказать? Ну, картинки, на самом деле, примерно одинаковые. Единственное, что проработали хорошо стабилизацию, она стала гораздо более увереннее на 30-ке, чем на 20-ке. Если говорить про цветопередачу и все остальное, наверное, здесь примерно одно и то же. В темных участках лучше, наверное, отрабатывает 30-ка. Ну, то есть, в целом, по большому счету, по всем фронтам 30-ка стала работать лучше и по детализации, и с темными участками, и с какими-то засветами и так далее. И видно, что достаточно сильно шатается 20-ка по сравнению с 30-кой. И вот здесь дом, например, гораздо более светлый внизу, чем на 20-ке. В общем, 30-ка хорошо стала работать по видео. Ну, а стала ли она лучше айфона или самсунга, это мы узнаем в других видосах. Кстати, к блютусу, опять же, вопрос. Пятерочка, пятерочка на 30-ке и 4.2 на 20-ке. Я бы сказал, что, конечно же, ну, с одной стороны, не сильно отличается одна технология от другой. С другой стороны, пятый блютус все-таки дает возможности большего покрытия и вообще больших возможностей. Поэтому, конечно же, немножечко вот, ну, не хватает пятерки блютус-версии на 20-ке. А по кодекам это АПТХ, это HD, это LE. Собственно, это все есть как и на одном смартфоне, так и на другом. Как долго эти смартфоны работают? Вот вы знаете, я недавно делал сравнение 30-ки и Galaxy S10 Plus и выбрал в конце в ролике, извините, я заспойлерю, да, немножко, я выбрал для себя P30 Pro, в том числе, потому что он работает дольше. Он работает на 2, а может быть, даже и на 3 часа работы экрана дольше, чем Samsung. То есть Samsung не дорабатывает в этом моменте. И я бы сказал, что важно. Вот для меня важно. Есть ребята, у меня есть знакомые, которым не очень важно, сколько смартфон работает в автономном режиме, то есть они постоянно на машинах, у них постоянно есть пауэрбанки, все остальные дела, и их это не очень тема парит. А меня парит. Мне нравится, когда смартфон и на следующий день тоже немножко работает. Мне нравится, когда до конца дня доживает и остается еще 20%. Мне не нравится, когда вот ты берешь в руки пиксель, пользуешься им, это не Excel-версия, это обычная версия, ты пользуешься им, и он тебе уже в 4 часа дня говорит, можно зарядочки. Вот мне это не нравится, история. Но и 20-ка, и 30-ка не очень хороши в плане энергосбережения, в плане того, как они работают. 4000 мАч на 20-ке, 4200 мАч на 30-ке. Да, есть люди, вот вы, кто смотрите, которые жалуются на то, что система Huawei, она очень сильно режет процессы, которые находятся там в памяти, и если ты долгое время не пользовался приложением, он его раз и килет, киляет, 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 и все. И в итоге за счет этого как раз и смартфон в том числе и работает дольше, а, например, на Samsung'е приложения как висят там в памяти, так и висят. Ну, я бы сказал, вы знаете, тут кому что лучше, вот мне больше нравится, когда он удаляет приложение, а в итоге смартфон живет дольше. Мне это удобнее. Вы, соответственно, можете написать, что думаете по этому поводу сами. И вот скриншотики работы аккумулятора. Вот, например, двадцатка проработала 8 часов экрана, 6 часов в течение дня, а вот, например, тридцатка проработала 6 часов 46 экрана, и это почти 18 часов в течение дня. Ну, то есть чувствуете, да, возможность? Вот прямо, ну вот, молодцы, хуавы. Мне вот этому они очень нравятся. Что касается процесса заряда этих смартфонов, то P30 Pro просто 70% за 30 минут. Там такой здоровенный блок на 40 ватт. Просто это настолько необычно, когда ты кладешь телефон и уже его берешь через полчаса, и уже у него практически все. То есть это прям просто очень круто. Конечно же, fast charge есть и в 20-ке, но он не такой все-таки шустрый, хотя тоже хорошо работает. Еще важно, что 30-ка может заряжаться беспроводным способом, в 20-ке этого нет, и я помню, что за это 20-ку ругали. И еще в 30-ке есть возможность реверсивной зарядки, то есть можно на нее что-нибудь класть, и это будет заряжаться, но мне кажется, этим вообще никто не пользуется, ну или может быть очень-очень так в крайних случаях. Многие, кстати, ругают оболочку, которая стоит на смартфонах от Huawei, типа она не очень красивая, немножко такая, но я местами соглашусь, особенно вот мне больше всего раздражает во всей оболочке эта камера, то, как сделана камера, потому что она работает, то может быть и хорошо, и главная претензия к камере у меня такая, во-первых, шрифты, во-вторых, зачем вы HDR убрали в отдельное меню, и каждый раз его нужно включать, не то, что хотя бы может быть один раз включил, и смартфон запомнил, что ты фоткаешь с HDR всегда, нет, тебе всегда нужно ходить и включать этот HDR, да сделайте вы нормально, в Samsung, iPhone и всех остальных HDR работает постоянно, и это удобно, это удобно, Huawei, что же вы не можете этого понять? Итак, друзья, финалочка, финалочка, вот если собрав воедино все то, о чем я сегодня рассказал вам, то я бы сказал так, P30 Pro, очень технологичный, классный, прикольный, здоровский смартфон, которому, кстати, чехольчик идет в комплекте, а, например, в 20-ке чехольчика нет, это важно, потому что у тебя все-таки в руках 70 тысяч рублей, а на один раз упадет, и все, чехольчик решает, спасибо большое, Huawei. Но главное достоинство под названием камера, оно такое, знаете, вот очень-очень спорное, вот прямо очень-очень спорное, и я бы не назвал его прямо достоинством, то, что в какие-то моменты оно работает круто, да, то, что ночной режим именно в полнейшей темноте работает круто, да, но если говорить про реальность, про юзабилити, про то, как ты можешь фотографировать детей, друзей, жен, пейзаж, все остальное, нет, не-не-не, здесь нет, такого глобального какого-то движения нету, так что я бы за 70 тысяч рублей не стал бы покупать Huawei, а я бы все-таки за 39 купил бы P20 Pro. Напишите в комментариях, что вы думаете, какой смартфон стоило бы брать, возможно, вы переходили с 20 на 30, а возможно, сейчас думаете, что же купить на самом деле, пишите в комментариях, я думаю, что это будет всем интересно. Ну и, друзья, давайте традиционную штуку запустим, голосование, народное голосование честного блога. Ставьте лайк, если вы голосуете за P30 Pro, и ставьте дизлайк, если вы считаете, что не нужно переплачивать 30 тысяч рублей, и P20 Pro самый огонь. Ну, вообще, огромное спасибо за то, что посмотрели это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, много впереди разных интересных видосов. Если, кстати, 30 Pro нужно сравнить с Mate 20 Pro, да, например, это интересно, да, интересно, ага, напишите в комментариях, я тогда, может быть, это видео, а может быть, с пикселем сравнить, по фото возможностям, почему нет, потому что, ну, 30-ка не везде вывозит, тоже, если интересно, обязательно напишите в комментариях об этом. Все, огромное спасибо, меня зовут Фил, это канал Честный Блог, хватит мешать жене спать, пока.